Меня зовут Енис Белевин, я работаю в системном комплекте компании «Соленбриц». И по долгую службу так получилось, что приходится иметь дело с разными базами данных. И сегодня я расскажу про такие две. Одна в Амазоне, другая в Яндексе. Ну, не совсем в Яндексе, ну ладно. Амазон Redshift и Яндекс Кликхаус. Поехали. Да, Redshift. На самом деле, Амазон не изобрела Redshift, они приобрели разработку компании «Пар Ассель». Не знаю, как читается правильно, «Пар Ассель». Они лет шесть что-то пилили крутое для аналитической базы данных, основанной на PostgreSQL, а потом Амазон это все адаптировал и запустил в начале 2013 года. А мы в нашем проекте начали использовать это в начале 2020 года. То есть оно уже семь лет настоялось, Redshift достаточно стабильно и все хорошо. Кликхаус, я думал, сильно моложе. На самом деле он моложе всего на годик. Это разработка Яндекса. Они использовали ее давным-давно, еще с 2015 года в Яндекс Метрике. Потом использовали в Цернию, в том самом большом андронном коллайдере, чтобы данные собирать. И в 2016 году за опенсорсили и мы сразу же почти через полгода начали использовать. Да, тогда оно было сыроватое, но сейчас вообще все хорошо. Да, это опенсорс, Apache 2.0, все такое. Основные фичи. И та, и та база данных – это колонно-ориентированная, то есть колонночная база данных, как, например, Cassandra, если это кому-то что-то говорит. Обе из них очень замечательно сжимают данные. Это особенность этих колонночных баз данных, потому что сжимаются колонки по отдельности, а там данные однородные, поэтому хорошо сжимаются. И та, и та распределенная, но только Redshift, они по-разному распределенные, я об этом еще остановлюсь поподробнее. И та, и та поддерживают SQL, слава богу, ни одна из них не декларирует какой-то стандарт SQL, потому что SQL у них свой, не очень стандартный. Redshift позиционирует себя для реал-тайм аналитических запросов, это, кстати, важно. Google Lab, Baza, Business Intelligence и все такое. А Clickhouse позиционирует себя как нечто достаточно быстрое для онлайн-запросов. То есть вы можете сделать запрос с веб-сайта. На Clickhouse он достаточно быстро ответит, а еще там есть приблизительные вычисления, что лично мне очень нравится, хотя я их не использую. Так, что про скрипт? Ну, больший скрипт самый-самый обычный. Он опять-таки из Postgres вырос. Там есть совершенно честные транзакции уровня Serialized Book и только такого уровня. И достигается это довольно тупо за счет блокировок. Read-write блоки на таблице. И в документации сказано, есть ограничение на количество одновременно выполняемых операций. Там это все можно настраивать, но как бы вы не настраивали, у вас все равно максимум 50 потоков доступно. Clickhouse совсем другой. Транзакции нет в принципе. Результат, там еще ограничение такое. Результат любого запроса должен помещаться в память одного узла, ну финального, где выдается результаты запроса. Нет апдейтов, нет делитов как таковых, но есть такие операции. Вы можете запустить в фоне некий фильтр, который проапдейтит некоторые записи или удалит некоторые записи. Но это произойдет когда-нибудь потом, может быть спустя минуты, может быть спустя часы. Они утверждают, что для GDPR этого достаточно, но в реал-тайме апдейтов и делитов у вас нет. Наши проекты, еще раз, это разные совершенно проекты, совершенно разные базы данных, но вот так получилось. Один проект, который с Redshift, там на входе у нас поступают openRTB запросы. Там так и знают, что такое RTB. Real-time bidding – это торговля онлайн рекламой. Там очень много запросов поступает. У нас сейчас в системе, я посчитал, 300 тысяч в минуту. И мы все это складываем в Redshift. В одну табличку, в которой есть там таймстампы, всякие айдишники, умножители и прочее, прочее, еще 18 колонок и еще 11 табличек, куда всякие другие события складываются. Ну, довольно такой действительно high load, наверное. Но не очень high, но high. Ладно. В Clickhouse там другие данные складываются. DNS запросы на порядок меньше их в этой системе сейчас. Всего лишь 30 тысяч в минуту. И как бы похожие данные. Тоже есть таймстамп, есть всякие айдишники, клиенты. И мы используем… Работает? Не работает указатель. Ладно. Мы используем массивы и enuma. Это прям интересно. Clickhouse. Массивы – хорошая штука. Там колонок чуть побольше, таблицы чуть поменьше, еще есть materialized view. Ладно. А на выходе что? Из redshift мы в основном выбираем отчеты. Это такой довольно хитрый join, примерно по трем таблицам, со всякими посчитать, просуммировать, перемножить. Ну, в SQL это как бы не сильно страшно выглядит, но когда тебе надо сканировать миллиарды строчек, это как-то не очень… Всякая статистика и диагностика. То есть сколько запросов нам приходит, от кого, все ли есть, и там мы сверяем счетчики с тем, кто нам эти запросы посылает, чтоб совпадали. В случае Clickhouse немножко предсказуемее на самом деле нагрузка – это там стандартный дашборд, графики, чего там, самые популярные домены, сколько запросов в секунду, такие вещи. И самая важная штука еще – полный лог запросов тоже нужен. Поэтому, собственно, Clickhouse. Ладно, потом объясню, если вспомню. В результате у нас что получается? В Redshift у нас хранится примерно 7 миллиардов строк сейчас, и это на самом деле данные всего лишь за месяц последний. На диске это вон сколько – 300,5 гигабайт. Нет, 370, да? И все это крутится сейчас на четырех узлах. Я вот не знаю, это большой размер, средний размер узла. Маленький на самом деле с точки зрения Amazon и того, что можно воткнуть в Redshift. И стоит это порядка 850 долларов в месяц. Не дешевое удовольствие. С Clickhouse данных поменьше, конечно, накопилось, хотя это данные за полгода. Объем данных. Ну тут я нарисовал плюс одна реплика. На самом деле с репликой это в два раза больше. Плюс еще 400 гигабайт архив, который не живой. Ну ладно. В итоге что? Данных примерно в два раза меньше, а стоит оно примерно в три раза меньше. Я вот думал, что Redshift сильно дороже, на самом деле не сильно. Ну ладно. Порядок вы поняли. Дальше про особенности баз данных. В Redshift у нас есть почти все постгрессовые типы данных. Ну совершенно честный SQL. Единственное, чего почему-то нет, нет массивов. Лично мне не хватает. Хотя это вроде стандарт и в постгрессе они есть. Clickhouse по-своему называет все эти типы данных. Очень много целочисленных типов данных. Есть юнумы. Остановлюсь про них. Есть массивы, есть кортежи, есть даже вложенные структуры данных. То есть в одну колонку можно там много ключей значений напихать. Это очень удобно. Лично я вот облизываюсь на Uint 256, потому что следующий проект, куда мы хотим воткнуть Clickhouse, он связан с блокчейном, а в эфириуме Uint 256, это вообще родной тип, он везде. Его можно в Clickhouse воткнуть как есть. Сжатие данных. И та, и другая база данных сжимают колонки, сжимают очень хорошо. Единственное, что в Redshift алгоритм сжатия по умолчанию плохой он выбирает. Возможно так исторически сложилось. Может быть STDZ они позднее добавили. Лучший результат получается, когда STDZ используешь. И вот еще интересный момент. В Clickhouse есть инумы, но не позволяют здорово сокращать размер колонки. В Redshift инумов нет, но если вы сделаете просто колонку в varchar и поставите кодек, который byte dict, и у вас там меньше 256 значений, то в каждом значении будет по байтику всего лишь. То есть он словарь склопывает. По сути те же самые numы получаются. В Clickhouse можно уровень компрессии задавать. В Redshift нельзя, если кому-то это важно. Вообще это важно, задавать уровень компрессии. Мы в Redshift данные ужали так раза в 3, когда проанализировали эту большую табличку и правильно поставили кодеки. Индексы. Как у любых колоночных баз данных, индексов в привычном понимании SQL, мира SQL, их нет. Есть всего лишь два индекса. В Redshift это называется dist key, то есть каким образом записи распределяются между узлами кластера. Они могут распределяться как-то автоматически, могут честно равномерно размазываться, но случайно. Могут, вот all интересная штука. Все записи этой таблицы будут на всех узлах кластера. Для каких-нибудь справочников это важно. Либо вот явно можете указать ключ, по которому раскидываются данные по узлам. Зачем это нужно? Join по этому ключу будет эффективней, потому что будет локальность данных. То есть одни и те же данные, которые join по этому ключу, будут на одном узле лежать. Так. В ClickHouse partition key это немножко другое. Это то, на какие куски данные разбиваются. Потом партиции можно быстро и легко перенести на другой узел, например, или удалить. Мгновенно удалить. В начальных версиях ClickHouse был только один вариант, помесячная группировка. Вот таким выражением. Сейчас в ClickHouse можно произвольно выражение использовать для партицирования. Ну и там и там есть обязательный индекс, по которому строки отсортированы. Если его использовать в запросах, а его обязательно надо использовать в запросах, то запросы будут быстрее, очевидно, потому что база данных будет знать, какой объем данных сканировать. И вот фишка ClickHouse, у него есть гранулярность индексов. То есть по умолчанию он индексирует не каждую строку, а точнее в индекс записывает не позицию каждой строки, а позицию каждой восьмитысячной строки. Разреженный индекс получается. В результате он быстро может сканировать большие блоки по 8000 записей, но медленно может выбирать одну запись. Ну это надо понимать зачем. База данных для того, чтобы просканировать все и отфильтровать несколько строчек. И та и та база данных может интегрироваться с другими базами данных. Причем так, Postgre SQL и MySQL поддерживаются, и там их можно подключить как внешние таблицы или внешние базы данных и делать джойны с ними. В Redshift есть еще один раздел интеграции. Вот я назвал его Copy Unload. Можно загружать данные в Redshift и выгружать данные в Redshift. Из S3 это файлопомойка большая амазоновая. В S3 EMR это Elastic Map Reduce, это Hadoop и Spark и все и же с ними. В этих хранилищ и из этих хранилищ можно выгружать данные. Можно с удаленного сервера по SSH загружать данные. Ну это use case такой Redshift. Давайте загрузим терабайты данных в Redshift, погоняем аналитику, а потом все грохнем. Примерно так. В ClickHouse есть еще словари. Это когда из внешней базы данных выдергиваются ключи значения, и они хранятся в памяти каждого узла. Если у вас, например, в этой большой таблице в ClickHouse где-нибудь хранятся только ID-шники, а вам где-нибудь в отчетах нужны имена сущностей, вы можете это в виде словаря загрузить. Масштабирование. Вот. Тут есть большая разница. Redshift живет в Амазоне в одном регионе и кластер состоящий из нескольких узлов. На каждом узле запущено несколько, они называют это слайсы. По сути отдельные процессы с UBD. Чаще всего по количеству CPU, сколько есть. И кластер из одного узла – это одно дело, кластер из нескольких узлов – это другое дело, потому что там появляется еще некий лидер, который управляет запросами между ними. И есть два основных типа узлов, которые можно туда воткнуть в этот кластер. Одни содержат, работают исключительно с хранилищем на SSD дисках локально на узлах, а другие позволяют выгружать данные еще прозрачно совершенно, данные в S3. В результате объем хранилища как бы почти не ограничен, и вы платите только за этот объем. Но там порядок цен на RA узлы еще больше, как бы еще нулик дописывайте и вперед. Так, кликхаус. В кликхаусе все по-другому. В кликхаусе больше похоже на noSQL решение. У нас есть шарды реплик. Причем к шардам кликхаус относится совершенно лояльно. Вы можете объединить узлы в шарды, а потом писать в тот узел, который вам ближе, например. А потом запросы просто будут распределены по всем узлам и результаты собраны вместе. То есть с одной стороны вы можете, как в MongoDB, например, использовать какие-то правила распределения данных по шардам автоматически. Либо можете вручную просто писать в тот шард. Вы можете раскидать шарды географически, где вам удобней, по всему земному шарику, и писать в ближайший шард, а при запросах собирать все данные в кучу. Собственно, мы так и делаем, и это очень удобно. Репликация, ну обычная репликация. В одном шарде может быть несколько узлов, которые реплицируют, повторяют данные друг друга. Тут есть мультимастер. Писать можно в любой узел. Данные на другой узел, а синхронно будут переданы. Для контролирования всего этого используется ZooKeeper. Про него еще расскажу. Так, протоколы, с которыми можно взаимодействовать с базами данных. В Redshift выбор один – это Postgres 8. Его протоколы используются. Он делает вид, что он Postgres, хотя Postgresом не является. Это, кстати, очень смущает. Почему-то в ClickHouse есть два протокола. Есть бинарный протокол, который используется им самим для взаимодействия между узлами. И есть протокол HTTP, который очень простой. Можно хоть курлом запросы делать. И вот почему-то GDBC драйвер его использует. Так. Ну, собственно, GDBC драйвер. Я с этими базами данных работал только из Java или Kotlin, поэтому меня волнует очень GDBC. С Redshift можно работать с обычным Postgres, GDBC. Правда, последние версии драйвера говорят, что Postgres 8 – это сильно старо. И, возможно, я когда-нибудь перестану с ним работать. Ну, в орнинге пишут. Ну, продолжает работать. А у самого Redshift есть на самом деле две версии GDBC драйвера. Версия 1, которая уже устарела, и исходники, которые непонятно где находятся. И версия 2, которая лежит open source на GitHub. Версию 1 не надо использовать, она глючная. Версия 2 вроде ничего. Так. В ClickHouse все просто. Есть родной GDBC драйвер, он просто работает. Без проблем. Важная фишка. И там, и там есть материализованные вьюхи только… Почему я говорю? Потому что мы их используем в ClickHouse. Только в Redshift это, ну, обычный materialized view. Что вы там напишете, то там и будет храниться. А если вы хотите обновить эти данные, вот, да, они автоматически не обновляются, надо обновлять явно. Ну, например, ночью у вас в materialized view хранится какая-то сложная агрегат, который долго считается, но вы в 2 часа ночи его обновляете, и там на следующий день у вас все свеженькие данные. В ClickHouse материализованные вьюхи, они очень сильно связаны со всеми движками таблиц. И вот вообще огонь, фишка. Там в материализованных вьюхах можно хранить… черновики, так сказать, агрегатов. То есть если вам надо посчитать average, вы можете создать materialized view, где будут сохраниться, ну, неявно, например, там сумма и количество, а потом по этой вьюхе вы делаете запрос, и вы получаете average. И это все автоматически обновляется. Ну, по мере обработки самих таблиц в фоне, как это делает ClickHouse. Ладно, в других моих предыдущих докладах по ClickHouse это было подробней. На самом деле очень классная штука, потому что у вас замечательные агрегаты автоматически обновляются и достаточно мало места занимает. Так, ну вот первая боль. Как вставить 300 тысяч записей в секунду? В минуту, да, в секунду сильно много. В минуту. Почему-то в Redshift вот prepaid statement, он, конечно, работает, который в GDBC, но все же знают, что такое prepaid statement. SQL-инъекции и все такое, да? Так вот, его невозможно использовать в Redshift для инсертов, по крайней мере. Потому что он какого-то черта медленно работает. Каждая строчка будет составляться секунды по 2 минимум. 2 секунды на каждую строчку. Я не знаю почему, но вот так. Рекомендуют они способ какой? А вы сконструируете многострочный insert. Вот insert int, где там много-много-много строк, разберем до 16 мегабайт, пожалуйста. Мне пришлось конструировать такую строчку без всяких, ну в смысле самостоятельно экранировать вот это все и так далее, и так далее. Слава богу, там айдишники, там особо нечего экранировать. Но это тоже не сильно быстрый способ, потому что каждый такой insert работает не менее 2 секунд опять-таки. Самый быстрый способ, и он действительно работает, он действительно очень быстрый и рекомендуемый официальный redshift в том, это сложите кучу файликов в S3. Кучу – это значит файликов должно быть больше, чем слайсов у вас в кластере. А потом сделайте команду copy из S3. И он типа параллельно с каждого слайса распилит эти файлики и все втянет. И он действительно кучу файликов может там за те же 2 секунды одним так и втянуть. Магия. Совершенно дико, совершенно страшно, когда ты создаешь эти файлики. Но он работает. В clickhouse такой проблемы нет. Там просто в GDBC обычный prepaid statement execute batch, пожалуйста. Единственное, что вам надо накопить в этот batch, желательно больше тысячи строк и желательно не делать его чаще, чем раз в секунду. Ну, вы можете делать, но у вас потом clickhouse умрет. Потому что смысл в том, что каждый insert у него просто записывает все эти строчки на диск, а потом он уже в фоне эти строчки вмерживает к остальным данным и все такое. Если у вас будут эти кусочки инсерта из одной строчки состоять, ему придется очень много мержить. Он в цепу упрется. А когда вы много строчек накидаете, ему будет хорошо. Так, про select-ы. В Redshift-е select-ы самые скучные, вообще стандартные SQL. Единственное, что радует, что очень хорошо работают на самом деле вот эти common table expression, которые с with. В clickhouse эти common table expression добавили позднее. Я даже не знаю, как они работают, честно говоря, не использовал. Что мне нравится в clickhouse, там есть… Они добавили в SQL несколько ключевых слов. Вот sample, например, это когда вам надо посчитать агрегаты, но приблизительно. Вы можете сказать, а давай вот каждую сотую строчку возьмем из датасета и посчитаем агрегаты. Вот sample как раз дает условия, сколько строчек и скольки, случайно, не случайно и тому подобные штуки. Есть еще ключевое слово pre-wear. Оно ускоряет на самом деле запросы. Но это скорее фишка колоночных баз данных. Либо мы выбираем все колонки, которые указаны в выражении select, а потом применяем фильтр wear. Либо мы сначала берем колонки, указанные в pre-wear, находим, какие строчки там надо извлечь, а потом извлекаем дополнительные колонки для этих строчек. Ну, немножко другая логика, но pre-wear работает быстрее. Хотя там чуть меньше выражения, кажется, возможно. И вообще пушка вот with totals. Как часто вам не хватало строчки и того, когда вы делали group by? Как в обычном SQL это сделать? Ну, надо два запроса делать. Или там union плясать или еще что-то. Или там магию с common table expression сделать. А тут просто with totals и все, у вас еще одна строчка. Ну или несколько строчек, если group by по нескольким полям делается. Так. А, мой любимый слайд про click house. Если бы я был статистиком, я бы, наверное, порадовался. В нем очень много функций агрегации, именно связанных со статистикой. квантили разных уровней, там стандартные отклонения. Я даже не знаю, что все это значит, когда-то знал. Вот. Да, это все есть, это уже все встроено, замечательно. И это действительно работает. И там, как я говорил, можно еще приблизительно агрегаты считать. В redshift ничего подобного нет, зато там есть функции, которые может определить пользователь, в том числе на питоне. Я это узнал, на самом деле, только когда готовился к докладу. Я не знаю, есть ли какие-нибудь библиотеки, чтобы вот ту статистику воспроизвести в redshift. те. Теоретически-то вроде можно, но не знаю. Так, вот самое интересное. Проблемы. Что мы огребли с redshift за это неполные полтора года использования его? GDBC драйвер версии 1 приводит к тому, что приложение тупо зависает при попытке подключиться к базе данных, если в класс puffy еще есть драйвер postgres. Вот, точнее, не зависает, а такое ощущение, что там network timeout на 2 минуты где-то случается. Со вторым драйвером такого нет. Ну да, если подключаться к redshift из datagrid, это JetBrains-овская штука или плагин к идее для работы с базами данных, тоже там всякие глюки вылезают с первым драйвером. Не сеть timestamp, например, не может прочитать еще что-то. Ну ладно. Это не сильно страшно. Страшно вот второй пункт. Блокировки на уровне колонок приводят к тому, что вы ничего многопоточно делать не можете вообще. Вы не можете в несколько потоков вставлять в одну таблицу. Вы не можете делать тяжелые запросы, которые вовлекают одни и те же таблицы в несколько потоков. Доходило даже до того, что мы пытались как бы ускорить вставку, ну давайте вставлять десять потоков. Это медленнее, чем один. И хуже того, если десять потоков, то есть достаточно много, то рано или поздно вы словите дедлоки и весь кластер станет колом. Ну в смысле реально дедлоки. Слава богу, их можно идентифицировать, их можно прибить и все такое. Ну это ужасно. Еще раз, в клихаусе вообще нет таких проблем, потому что он асинхронно работает. А, ну это касается не только инсертов, это касается селектов. То есть мы отчеты, например, тяжелые делаем, там секунд десять выполняется запрос, тяжелый отчет. И когда мы пытаемся это сделать в десять потоков, то тоже весь кластер становится колом. А если в один поток, то все быстрее работает. Вообще-то это можно настраивать, но там опять-таки есть ограничение в пятьдесят максимум конкуренции. И все эти настройки сводятся к настройке внутренних очередей Redshift, так что непонятно. С этим еще надо разбираться, но в целом ситуация очень плохая. Возможно просто use case такой, что должен сидеть с Redshift и возюкаться один-единственный аналитик, а не надо пользователя в него пускать. Или только к Materialized View уже готовым. Ладно. Проблема еще – диск съедает. Любой подзапрос, все промежуточные данные на самом деле неявно создает временную таблицу, которая пишется на диск. В результате нехорошо заставленный запрос, у которого подзапрос сильно много строк порождает, приведет к тому, что у вас там к 300 гигабайтам диска добавится еще 400 гигабайт, которые не влезут. И пока этот запрос прибьется, пока он почистит место на диске, вот эти несколько десятков минут после такого неудачного запроса кластер не будет нормально работать. Странно. Честно говоря, не знаю, как оно в кликхаусе, но в кликхаусе там больше оно в память скорее упирается, чем в диск. Вот еще проблема, жуткая redshift. С одной стороны, вроде SQL есть, вроде common table expressions есть, вроде подзапросы делать можно, но когда внезапно в некоторых сочетаниях получаете вот такую ошибку, которая говорит, конечно же, обо всем, что такой тип связанных подзапросов временно пока еще не поддерживается. Какой тип, какой подзапросы ему не нравится, что не так пошло, неизвестно. Экспериментально как бы и немножко там полазив по всяким форумам того же Амазона, обнаружили, что вот он очень не любит, когда есть подзапросы с внешними объединениями. Короче, много-много раз приходилось выворачивать запрос на изнанку, выкидывать подзапросы, там заменять на join и еще что-то, чтобы вот это вот обойти. Причем проверить это никак нельзя. Запустить локально где-нибудь в доке redshift вы не можете, он существует только в Амазоне. Все, что там находится, а используйте типа Postgres 8 локально для тестирования. В Postgres запросы проходят, в redshift нет. Вот с такой ошибкой. Ну и последнее, что мы поймали, там коллейшенов нет вообще. Есть только два – case sensitive, case insensitive. Что не значит, не очень понятно. После Postgres немножко пугает. И банально всякие миграции, которые протестированы на Postgres, в которых написано collation C, они в Redshift не работают. В ClickHouse какие проблемы? Ну в ClickHouse инструменты, которые для миграции ClickHouse не поддерживают. Ну в основном, видимо, потому что там нет транзакций. То есть вам надо как-то самим извратиться, чтобы делать миграции. Но, слава богу, это не сильно часто нужно, потому что база данных аналитическая и все такое. Ну и добавление колонок на самом деле дешевой операции. Очень большая боль – это ZooKeeper. Если что, ZooKeeper – это на самом деле часть Hadoop. Эта штука написана на Java, и в ClickHouse она нужна только для согласования данных между репликами. Ну, они реплики хранят, какие блоки данных на каждой реплике находятся в ZooKeeper. ZooKeeper из коробки не работает. Он съедает своими логами диск, он там себя ведет мерзко. У ClickHouse есть инструкция. По ней надо очень тщательно ZooKeeper настроить. Если вы этого не сделаете, будет ой. И обновлять ZooKeeper тоже больно. Он вечно пытается распасться и так далее, так далее. Люди уже давно пишут, ну сделайте, подключите к какому-нибудь консулу ClickHouse. А Яндекс ему говорит, ну у нас ZooKeeper, как бы у нас все хорошо, хотите консул, пожалуйста, делайте pull request. Так, что… А, ну вот. Это тоже большая проблема, что ClickHouse не менеджит базу данных. Вот в том проекте, где мы начали использовать Redshift, мы хотели, очень хотели использовать ClickHouse, но не смогли, потому что заказчик сказал Amazon, все должно быть менеджит, все. А ClickHouse как менеджит база данных существует только в облаке Яндекса. То есть вам руками придется заботиться о поднятии этого кластера, о запуске ZooKeeper, об обновлении ClickHouse. Ну, иногда это бывает болезненно, обновление ClickHouse. Там как-то было, когда они полностью поменяли сборку под Debian, стали статически собирать, и вот это обновление было болезненно. Но у нас еще ни разу не было, что при обновлении ClickHouse мы хоть какие-то данные потеряли. Ну, там небольшой downtime бывал, а данные не теряли. Итого. И та и другая база данных замечательно подходят для хранения громадного количества данных. Они замечательно сжимают эти данные. Вставлять в них надо большими-большими кусками по тысяче строк, желательно редко. Redshift обеспечивает транзакции, но при этом дорого это дается за счет отсутствия какой-либо возможности конкурентных запросов. ClickHouse наоборот. Eventual consistency во всей красе на самом деле. И там и там можно подключать внешние базы данных в виде внешних таблиц и делать join. Скорость ответа у них тоже отличается. Redshift, у меня просто уже такое правило, никогда вам не ответит быстрее, чем за 2 секунды. Не умеет. Зато запросто может гонять запросы на 2,5 часа. ClickHouse его, собственно, так позиционирует. Он действительно даже в тяжелых запросах он может ответить за 150 миллисекунд. Там все в основном упирается в скорость вашего диска. Насколько быстро он успеет это все прочитать. Ему надо просканировать весь диск и выбрать нужные записи. Что тут еще? Да. Redshift живет только в одном регионе. Один кластер в одном регионе. Кластер ClickHouse можно распилить географически, раскидать где вам нужно и добиться локальности данных, как это называется. Так, у меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова